Дорогой, ты верующий? Без лица нужно быть человеком, который если да, да, как я сказал, а если нет, нет. Он говорит, лучше бы ты был холоден или горяч, но только не теплый. Теплый, ну все, меняется в зависимости от того, выгодно мне это или нет. Ну Богу служить же, друзья, не всегда хорошо, не всегда выгодно. Богу служить, знаете, что это подразумевает? С дьяволом воевать, конфликтовать. Я помню в Перещеле, наверное, представляешь, ситуация была? Я простой парень, у меня вообще даже толком три человека в церкви. Я делал евангелизацию каждый день, ну каждый день по две, по три каждый день переезжали, делали. И у меня столько проблем было, именно проблем, проблем, что это был ужас. Я помню, дошел в этом до того, что я уже взмолился. Говорю, Господи, что мне делать? И в один момент я как бы вдруг иду, и дьявол конкретно мне говорит, прекрати евангелизировать, и проблем не будет. Вы слышите меня или нет? Я это пережил на себе. Формирование происходит в таких ситуациях. И Бог свидетель. Я сказал сам себе, и я ответил этому демону, я теперь буду евангелизировать в два раза больше. Я делал это. Знаете, в жизни такой тумблер есть. И есть тумблер такой, знаете, мы так устроены, сейчас все поймут, о чем я говорю. Мы бывает вот как-то настроимся служить Богу, служим, и как-то нормально идем, и хорошо себя чувствуем. Но потом, знаете, вот бывает такой момент, когда ты попадаешь в комфорт, все нормально. И что происходит? В этот момент, когда мы попадаем в это состояние, подумайте сами. Мы же хотим в нем остаться, правда? А потом приходит момент, когда ты должен выбрать. Ты идешь этой дорогой или ты идешь этой? Если ты решил служить Богу, если ты решил идти этой дорогой, тут уже ситуация такая, что ты себе не будешь принадлежать. Ты по-настоящему, как Библия говорит, будешь принадлежать Господу. И это очень интересно. И ты идешь, да пойми меня, ты идешь, идешь, идешь. И так моментами хочется тумблер переключить туда, где люди живут. У них нет ответственности. Они ни за что не отвечают. Им не нужно вообще сходить с ума, нервничать, кричать от боли, там, стиховать. Не надо ничего, будь спокойно. Они в релаксе. Они святые. Ну, ты грешник, понимаешь? Ты же грешник. Ну, ты же тут с ума сидишь скоро от того, что кто-то умирает. Как надо что-то делать? Ну, переключи тумблер и будь святым. Живи в релаксе. Пусть нервничают те, кто посвятили себя Богу. А эти же, они же верующие тоже. Конечно. Они говорят, что посвятили. Вы меня слышите, что я говорю или нет? Если ты пошел этим путем, никогда не касайся этого тумблера. Сломай его навсегда. Конечно, он не сломается. Он всегда будет. Но человек, который пошел этим путем и взял, на определенном уровне уже нельзя переключать. Переключил. Все. Ты, труп. Все, кто переключили тумблер, слушайте внимательно, они даже не знают. У них все с памяти пропадает. Сознание. Все стирается. Они даже не знают, что они его переключили. Они даже не знают, что они упали. Они даже не знают, что они религиозники. Точно так, как гордый человек, он даже не знает, что он гордый. Вы слышали, что я сказал? Поэтому нужно всегда держаться одной линией. Одной линией. Наша линия. Раз нас Бог призвал, ну разве может такое быть, что вы смотрите сейчас и слышите вот все, что я говорю. Это случайность. Ну нет. Я вам еще раз говорю. Мы все здесь, потому что сам Бог это сделал. Сам Бог это сделал. Чтобы вы это услышали. Возможно, он меня провел через что-то такое, ради того, чтобы просто ты услышал это. Так вот, послушай. Ты пойми простую вещь. В жизни нужно выбрать четко. Выбрать поклоняться одному Богу. Это Бог живой, наш Господь Иисус Христос. Слышишь? Отец, который сотворил небо и землю. Сын Божий Иисус. Дух Святой, который сейчас говорит через меня, прямо в твою жизнь. Вот это единственный путь. Иисус говорит, и я есть путь, и истина, и жизнь. Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Поэтому, знаете, когда мы начинаем просто все, вот, знаете, жить без четких, конкретных взглядов, у нас размытые понятия. Мы люди, которые будут в зависимости от погоды, так сказать, принимать решения. А я хочу вам сказать всем. Знаете, верный человек, мы говорим, богат благословением. Так вот, чтобы вы поняли слово верный человек, Игорь, знаешь, что это такое? Верный человек. Верный человек, это как своего рода имя, это природа человека. Это его не просто поступки, это его натура, его суть. Вы меня слышите или нет? Это его душа, он верный по жизни, все. А это же есть целый путь к этому моменту, когда сам Бог признает тебя верным. И Он сначала испытает тебя, Он проведет тебя через что-то. И потом ты увидишь, знаешь что? Богат благословением. Конечно, ты будешь богат благословением. Потому что Бог верен, кто-то аминь скажет. Но это не происходит в начале пути. Это происходит, когда ты сформировался в верного человека. Партнер, дорогой, партнер Бога. Это такое название серьезное. Вы знаете, задуматься надо. Такое название, партнер Бога, Господи. Это такое сказать. Это же вообще, можно сказать, это один раз и на всю жизнь. Это то же самое, что сказать, это моя жена. Все, все знают, это моя жена. Виктория, моя жена. Все, это навсегда. Партнер Бога. Как можно потом быть не партнером Бога? Вы понимаете, что это такое? Это такие серьезные вещи. Служитель Господа. Нельзя такими словами бросаться вообще. Нельзя такое даже произносить. Библия говорит, кто будет, говорит все слова. Поминать имя Господа. Говорит, тот наказан будет. И серьезно. А почему? Да потому что есть вещи. Для Бога они святые. Вы знаете, я сталкиваюсь с одной вещью. Вот с одной вещью сталкиваюсь. Я просто шокирован. Ну по жизни не могу просто это принять и все. Говорю, Господи, помоги мне это принять. Люди говорят слова. И потом выворачивают глаза и говорят. Ну и что? Так как же вы не поймете? Если ты сказал слово. Моей сестре. Говорит этот бывший муж. Слово. Я не кину тебя на долю в бизнесе. Мне он лично обещает. А потом выворачивает глаза и говорит. А что такое? Люди не привыкли отвечать за слова. А где они воспитывались, я не пойму. Я воспитывался там, где за слова отвечают. И знаете что? Кто-то скажет. Да это плохо, ты был в тюрьме. Нет, я Бога благодарю за это. Потому что ничего плохого я оттуда не взял. Бог это выкинул. За слова отвечать я люблю. Если я сказал, я сделаю. Кто-то слышит меня? Послушайте. Особенно мужчины. Если мужик сказал. Если мужчина сказал, он должен сделать. Игорь, так или нет? Да, это правда. Это правда. Надо отвечать за слова. Если ты сказал, что ты пастор. Если ты сказал, что ты будешь жертвовать. Слушай, тебя за язык никто не тянул. Сказал, и не жертвуешь. Тяжкий грех делаешь. Лучше бы ты не говорил. Она не сафира. Именно так и сделаю. Сказали, мы жертвуем все. И что? Бог показал свое отношение к этим вещам. Никогда не болтайте своим языком. Отвечайте. Обдумывайте. Нужно всегда знать. Я когда выхожу сюда на сцену. И когда я говорю, что я буду молиться. И придет Святой Дух. Вы знаете? Это огромная ответственность. Потому что я не контролирую Святой Дух. Я вообще не знаю. Я просто доверяю ему до такой степени, что могу с дерзновением сказать это. И он приходит каждый раз. Каждый раз. Уже очень много лет. Если я сказал, что я буду служить Богу, я служу Богу. Тяжело. Хорошо. Слушай, дорогой пастор, а у тебя там дверь открывалась? Да кругом мог открытые двери. Знаете что? Да плевать я хотел на эти двери. Не надо мне никакие возможности. Что мне на ней? Я с Богом ничего не хочу на земле. Мне Бог главное. Отношения. Слушайте внимательно все. Отношения. Отношения. Это самое важное, что только есть. Не только на земле. На небе. Во вселенной. Игорь. Везде. Выше отношений ничего нет. Что же это такое? О чем ты говоришь? Поймите. Отец. Он так полюбил. Что это? Он так тебя полюбил. Он отношения так захотел с твоими. Он так любит тебя. Это отношения. Что он пошел на эту жертву? Иисус. Ради отношений. Дух Святой имеет взаимоотношения с нами. Почему? Да потому что это самое большое, что только может быть во вселенной. Выше взаимоотношений ничего нет. Но запомните, тот, кто нарушает слово, не может никогда иметь никаких взаимоотношений. Таким людям доверять нельзя. Вы должны знать. Дорожите отношениями с Богом. Дорожите отношениями со своими близкими. Дорожите отношениями с самим собой. Дорожите отношениями с женой, с мужем. Поймите, если мы чем-то не дорожим, а оно очень ценное, то слушайте, если не дорожим, потеряем. Я очень дорожу. Отношениями с вами. Я очень дорожу. Для меня это самое важное, ценное в жизни. Отношения с Богом и отношения с вами. Я хочу нести на себе какие-то проблемы ради церкви. Я хочу ради спасения людей пострадать. Да нет вопросов. Я взрослый парень, мне не надо рассказывать. Я знаю, что впереди еще 40 лет, 50 лет. Я не знаю, сколько мощного благотворного служения, в котором будет много тяжких моментов. Но я сразу вам говорю, я подписываюсь под этим. Я говорю, я иду. Потому что выше отношений ничего нет. Хорошая квартира, машина, жизнь, еда. Слушайте, перестаньте. Это все тленное отношение. Это то, что никогда ты не заменишь ничем материальным. Я хочу, чтобы вы услышали на балконе. Кто смотрит по телевидению? Слушайте. Нельзя за деньги купить отношения. Кто-то слышал? И когда кто-то есть, с кем у меня есть отношения. Знаете, я счастливый человек. Я дорожу этими отношениями. Когда я встречаю людей, как и ты. Мы встречаем людей, которые ты всем сердцем их любишь. Но они не дорожат этими отношениями. Просто они дорожат. Это так больно. У вас бывает так или нет? У вас бывает? Это больно. Ну, разве можно эту боль? Ну, чем? Ну, дай тебе деньги. Зачем тебе деньги? Ты говоришь, я не хочу твоих денег. Я тебя хочу. Муж говорит, да я тебе бабла дам. Да я тебе тачку куплю. Да я тебе тачку. Она говорит, да не хочу я ничего. Я тебя хочу. Он хочет откупиться от нее. Нет, друзья. Отношения выше тачки, выше бабла, выше всего на свете, шмоток и всего прочего. Кто-то со мной согласен здесь или нет? Мне хочется сегодня с кем-то иметь настоящие взаимоотношения. Да мне все равно. В богатстве, в бедности, в горе, в радости, в болезни, в здравии. Все пройдем. И все будет круто. Амин. И никто ничего не сделает. Послушайте. Церковь, в которой есть взаимоотношения. Братья и сестры, послушайте. Все. Послушайте. Церковь, в которой взаимоотношения на самом высоком уровне. Потому что Бог сказал, отношения – это самая первая заповедь. Он говорит, возлюби Господа Бога. Это отношения. Возлюби ближнего. Это отношения. Выше всего этого. Всего, что только существует. Так вот, послушайте. Церковь, в которой взаимоотношения. Это первое. Вы знаете что? Это настоящая церковь. Он сказал, перевожу вам. Почем узнают, что вы мои ученики? По? Скажите громко. По любви. Между? Почему вы так тихо говорите? Между собой. Между вами. А я вам немножко интерпретирую. Почем узнают, что вы ученики Иисуса? По взаимоотношениям вашим. Кто-то услышал? По взаимоотношениям. Аминь. Если сегодня... Давайте встанем. Мне хочется, чтобы мы помолились за это. Все, кто смотрят, мы одна семья. И знаете, когда мы такие слова говорим, одна семья. Слушай, это так серьезно. Очень серьезно. Так вот. Наше служение. Ты, дорогой друг, служитель, партнер. Ну, у нас каждый служитель партнер. Послушайте. Пусть взаимоотношения с Богом и взаимоотношения между нами, наше отношение также к погибающим, пусть это то будет, что Бог назовет настоящим, подлинным. Пусть Он признает нас верными. Если мы сегодня идем, как Божья церковь, мы должны заранее знать наперед. Будут трудные моменты? Будут. Что я буду в них делать? Я все равно в них буду славить Бога. Я за мной пройду. Дьявол хочет, чтобы ты упал. Дьявол хочет, чтобы ты сдался. Дьявол хочет, чтобы ты умер. Он это выражает через людей. Вы слышали, видели, да? Враги всегда не говорят это. Они произносят. Они мечтают. Они тебя хоронят заранее. Мне хочется сказать всем, если там кто-то смотрит и кто-то ждал чего-то и мечтал. Мечты сбываются и не сбываются. Антонова, послушайте. Любовь приходит к нам порой и не та. Послушай. Кто ждет чего-то плохого плюс вновь случается. Да, он не дождется. Я переживу всех врагов своих. Кто-то там что-то украл. Я вас умоляю. Если вы смотрите, вы принесете все. Сами. Еще плакать будете. Прости, чтобы я взял. Потому что с ваших рук нечистых еще взять. Молиться нам хотя бы дней 40. наши отношения. Вот это сила. Бог хочет взять церковь. И знаете, весной уже что-то начнется. Май месяц. Что-то начнется. Ну что-то, я знаю, что-то. Движение Святого Духа. Мощное. Я вам скажу такую вещь. Мы здесь, потому что он нас рассматривает как свою семью. Ты смотришь, потому что он рассматривает тебя как того человека, с которым он хочет это делать. Это дело Святого Духа. Братья и сестры, я просто так рад этому, что мы на пороге великих событий. Аллилуйя! Молитва и согласие. Мы сейчас помолимся о том, пусть вот эта ценность Бога, взаимоотношения, любовь, прощение, пусть это все сегодня для нас приобретет глубокий смысл. Пусть служение Богу для нас приобретет такой смысл, что мы понимали. Что бы ни случилось, мы с Богом, мы Ему служим, мы Ему преданы. Никто никогда не посмеет сбить меня. Потому что я не футбольный мячик, чтобы меня бить. Футболе туда-сюда. Я хочу быть столбом в храме Бога моего. Аминь. Аминь. Продолжение следует...